Девушки отдыхают Здравствуйте! Это программа ЖКС, жилищно-коммунальные советы. Меня зовут Альбина Полищук. О стройке, кадрах и ценах на жилье сегодня поговорим. Говорить об этом будем сегодня мы с нашим гостем, заместителем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан с Ильшатом Гимаевым. Ильшат Сахапович, здравствуйте! Здравствуйте! На самом деле постараемся мы за ближайшие 20 минут объять, что называется, необъятное, потому что тем у нас микротем много. Во-первых, столетие отмечает в этом году отрасль строительная Татарстана. Об этом тоже обязательно поговорим. Обязательно покажете мне огромный список праздничных самых знаковых объектов, которые были построены за столием строителями татарстанскими. Ну, конечно, на серьезные темы тоже поговорим. В частности, вот про кадровый вопрос. Каких специалистов сегодня не хватает на татарстанской стройке? Какая ситуация с кадрами в строительной отрасли? Можно уже сейчас рассказать? Да, конечно, коротко скажу, потому что тема кадров у нас всегда была острой, а сейчас она наиболее острой становится, поскольку меняются задачи поставлены правительством страны, президентом страны и, конечно, руководством нашей республики Татарстан. Тут очень характерные черты появляются в профессиях, которых раньше никогда не было. Ну, взять классический пример. Если раньше печник, профессия была в строительной отрасли, которая выкладывала печку в классическом варианте, то сегодня оно выходит в второй план практически. И сегодня печи, они все в основном уже готовые и, условно говоря, заводского изготовления. Но при этом выходят на второй план, на первый план, вернее, уже специалисты, строители, проектировщики, заказчики, которые владеют навыками в сфере цифровизации и биотехнологии. Задача поставлена руководством страны уже с 1 января 2020 года перейти всем структурам именно на цифровизации и биотехнологии в строительной отрасли. В этом ключе всем надо обучаться. На сегодня уже формируется список тех, кого надо обучать. Цифры внушительные. Более того, это за собой потребует и замену технической аппаратуры, которая для этого необходима. Поэтому мы все на сегодня являемся в таком переломном моменте истории развития строительной отрасли. Но при этом хотелось бы также обозначить, что особое беспокойство вызывает то, что у нас идет вымывание кадров, которые пенсионные и предпенсионного возраста, а замена молодых специалистов идет более медленным темпом. То есть замещение идет очень медленно. Поэтому задача номер один – это воспитание новых современных кадров, чтобы молодые люди шли на отрасль строительства. При этом хочется отдельно отразить, что у нас, в принципе, имеется развитая база образовательная, во главе которой стоит Казанский государственный архитектурный университет. В целом студентов, обучающихся в том, что в главном университете строительных колледжах составляет ежегодно более чем 12 тысяч студентов. Они в профессию приходят, все закончив свои учреждения? Да, да. Закончив они. Куда уходят? Или куда они уходят? Куда уходят? Очень интересный вопрос. Потому что на сегодня советская система, к которой было порядок распределения ножов, давно ушла на нет. И у нас нет усимления прав студентов, чтобы они именно нашли строительство. Поэтому значительная доля уходит, конечно, не в строительство. А чтобы это было привлекательным, конечно, молодых специалистов надо привлекать жильем, достойной заработной платой, чтобы уверенность в будущем. При этом немаловажным фактором является также то, что у нас промышленные материалы, которые являются тоже каркасом строительной отрасли, это заводы, ЖБИ, ЖБК, КПД, тоже имеют проблемы с приходом новых специалистов. В связи с этим, также обращаю внимание и прошу коллег наших работодателей обратить внимание, что нам нужны специалисты, технологии, молодые, обученные с современным тенденцией, цифровизацией. Технология строительства, конструкции, оно широко ведется в преподавательском плане в КГСУ в соответствующем факультете. Поэтому молодые специалисты, которые эту специальность обязательно приобретут по итогам обучения, они будут востребованы как никогда, потому что наши заводы ЖБК, ЖБИ, КПД новостроение, оно всегда будет загружено заказами, в том числе госзаказами, инвестиционных проектов. Безусловно говоря, уверенность будет у них в будущем 100%, поэтому я молодых людей тоже агитирую, в хорошем смысле слова, чтобы они шли поступать не только в ПГС, но и в факультет технологии КГСУ, который готовит именно такие востребованные кадры. Технолог – это самый главный человек на заводе, без него не создается качественный продукт, конструкции, панели, состав бетона, состав раствора. Это все имеет огромное значение в дальнейшем их хвататься в зданиях, в сооружениях, поэтому это основа ОСТОВ. Я акцентирую не просто так, потому что на сегодня идет некий пессимизм, что молодых людей, что эта профессия не будет востребована. Я как замминистра говорю, что это будущее такое же, как айтишники на сегодня, имеют уже постоянную работу, хорошую заработную плату, это такое же, не менее успешно будут и технологи, которые придут на смену нашим опытным коллегам, которые возраст из возраста, они уходят потихоньку на пенсию, поэтому их не удерживаются в этом плане. Работа такая современная. По сути, они сегодня также работают с компьютером, программными продуктами, с цифровыми платформами на заводах, эти же спалились, поэтому это очень должен быть современный мыслящий человек, владеющий всеми IT-специальностями. Какова потребность этих технологов? Условно говоря, на каждой стройке, на каждом объекте нужен минимум один технолог, или на одном заводе, где производят что-то из стройматериалов, одного достаточно? Это штучный материал, товар, да? Это штучный товар, да. Ценный, штучный, или их надо много нам, Татарстану, при условии, что мы строим много? Я думаю, что в крупных заводах технологов должно быть несколько, там 3, 4, 5, зависит от направления, там же каждая технологическая линия, допустим, в заводе КПД, Казанская, ДСК, там линия, там несколько видов, поэтому у каждой линии должен быть свой технолог, поэтому они будут востребованы всегда, особенно у нас заводы в ЖБК, ЖБИ в больших объемах, поэтому тот потенциал, который КГСУ имеет, оно способно закрыть этот брешь, нехотых средств, При условии, что они останутся в регионе, в нашем регионе, выпускники работать при этом условии. И работодатели должны с ними работать уже во время обучения, чтобы они, если направо, шли к ним во время практики, во время обучения, и потом после окончания шли уже гарантированно на рабочие места оплачиваемые. Вот такой посыл у меня тоже. Мне, честно говоря, ваша речь немножко удивляет, потому что я была убеждена, у меня вот многие знакомые так рассуждают, у которых сыновья 9 класс заканчивали, 11 класс школы заканчивали, они все говорили, ну пацану нужно идти либо в строительный, либо в энерго, в эту сферу, потому что стройка никогда не остановится, энергетика никогда не заглохнет, мы в этом будем нуждаться всегда, а кроме того, нам же даже коронавирусный прошлый год показал, что у нас встало все, кроме строительства. Да, 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 мы покупали продукты, мы продолжали строить дома, а все остальное стояло. Строительное, все было приятное к непрерывному циклу производства, наравне с заводом и фариками, которые определяют стратегические направления страны, поэтому наши строительные объекты ни один день не останавливались, соблюдены всех коронавирусных мероприятий, работа на объектах шла также по графику, и при этом объемы к обложению были сопоставимы с прошлым годом. И те, кто работал на стройке, в деньгах не терял. Нет, конечно, они были обеспечены заработной платой, работой гарантированной, и эта тенденция идет также и в текущем 2021 году. А давайте телезрителей к нашему разговору пригласим. Звоните, пожалуйста, по номерам телефонов, которые периодически будут внизу экрана появляться. 511-99-66, это телефон прямого эфира. Задавайте свои вопросы, если тема сегодняшняя вам интересна, постараемся на них ответить обязательно. А кроме того, до начала эфира традиционно мы запускали опрос в нашей группе ВКонтакте. Группа называется «Татарстан24». Мы спрашивали на этот раз вас, уважаемые телезрители, а вот вы как думаете, почему дорожает жилье? Там были варианты ответов, связанные в том числе и с кадровым вопросом, потому что строить некому кадров не хватает. Один вариант ответов такой. Инфляция, стройматериалы дорожают, поэтому второй вариант ответа – это рынок. Есть спрос, поэтому цена растет. И кроме того, еще был вариант какой-то свой ответ дать. Пожалуйста, принимайте участие в голосовании. Чуть попозже в эфире обязательно мы итоги его подведем. Мы уже сказали о том, что теперь практически и на ум в чистом виде не осталось. Цифровизация проникает во все. В строительную сферу, вы говорите, тоже она появится, проникнет и поженится с ней. Потому что мы даже сейчас на скидку видим, что, например, у нас в домах стоят узлы погодного регулирования. Те же самые ИТП, индивидуальные тепловые котлы, которые нужно обслуживать по-новому. Для этого нужны специальные… Мало того, их создать, установить, дальше их обслуживать. Это же особые нужные кадры, да? Даже в сфере жилищно-коммунального хозяйства, даже не только строительства. И в сфере ЖКХ, и в сфере строительства, и в сфере промышленного материала нужны кадры, которые сегодняшние уровни соответствуют полномасштабным. Поскольку, как вы сказали же, цифровизация на востребованном времени, то правительством страны уже и президентом страны установлены конкретные даты, с какого времени должно строительное отрасль, в том числе и перейти тоже на цифровизацию, на бинтонологию. Дата известна с 1 января 2022 года, мы должны работать в этой сфере. Это, на самом деле, я даже не представляю, очень масштабная работа, к которой мы не сегодня, конечно, мы не готовы, честно скажу, строительного осени. Но поскольку еще у нас есть немножко больше, чем полгода, мы должны за это время успеть обучить всех, накупить соответствующую технику, оборудование и вперед приступать. Мало того, что сроки супер сокращенные еще, и это же финансовые серьезные вложения. Безусловно, это потребует вложения как в людей на обучение, так и на технику. Потому что сегодняшняя техника, она уже не потянет те гигабайты, которые потребуются заложить в эту аппаратуру. Ой, сфера задачи стоит перед вами. Желаю успехов. Желаю, чтобы все к январю 2022 года свершилось, случилось. А теперь давайте о приятном поговорим. Столетие отрасль отметит в этом году осенью? Да. В октябре? Да. Да ведь она образовалась? Интересно, вы мне показали список 100 значимых объектов, которые построили татарстанские строители за этот век. Интересные очень. Давайте покажем. Давайте покажем некоторые из них, прокомментируем. Потому что там вот начиная с 1921 года. Прокомментируем. Сначала. Я просто скажу для начала, что в 1921 году, 1921 октября, было создано первое строительное управление с соответствующим приказом. Тогда они были в наркомате НКВД. Поэтому с этой точки мы отсчет берем. История строительной отрасли. Мы очень горды тем, что у нас после столетия ТССР в этом году следом идет столетие строительной отрасли, которую мы, конечно, отметим уже 21 октября 2021 года соответствующим образом. Но к этому имеет подготовка. Подготовка соответствующих книг, фильмов, телепередач. Но к ключевым моментам мы, конечно, взяли за основу также 100 опорных объектов век, которые этому предшествовали. И если так посмотреть, старые, новые, они перекликаются, просто меняются названия, цели. Может быть, некоторых уже объектов-то и нет в природе, но они все равно остались в наших архивах республики Тарстан. Вот, допустим, если начинать маловаренный завод, он называется маловаренный свечной завод комбината имени Вакитова, сегодня нефис, фаррик Алафусова. Это было построено в 1921 году. Бывший царский завод, да? Бывший царский, который перестроен, был реконструирован? Да. Реконструкт старских заводов, да. Дальше, визитная карточка как раз в столице. Это банок на улице Баумана, сегодня национальный банок. Все знают этот исторический объект. Оно также было создано в 1921 году. Химический завод имени Карпа в городе Меделевский, который и сегодня работает, функционирует. Поэтому это вот ключевой объект. Если взять обуемодельным, допустим, казанский кожевый обуной комбинат «Спартак», который был создан в 1929-х годах и, по сути, обывало жителей города Казань, республика, многие-многие годы. Еще и армию нашу советскую. Да, да. И сапоги шили там, и, соответственно, обувь. На сегодня понятно, что это уже комбинат не функционирует, там другое как бы направление. Но, тем не менее, вот история осталась. Кто-то его построил, наши строители. Первая 14-этажка, вы мне показывали в списке, там есть. Она появилась в Татарстане на минуточку. Это были советские времена, да? Первая 14-этажка – это гостиница Татарстана на улице Татарстан. Далее, потом последовало уже в 30-х годах, далее вот эти две свечки Казанского. Тогда не КФО было, а КГУ было, именно Ленина. Поэтому все это для того очень интересно оказалось, когда мы начали архивные материалы поднимать. Более того, там разные вехи, допустим, строительство КАМАЗа, Нижнекамская, ГЭС, город Нижнекамска, город Наберинчин, с нуля практически, да, вот эти всесоюзные стройки. И уже современная история Иннополис, о которой мы нас слышали. Тоже с нуля в чистом поле. Да, самый молодой город, который построили в чистом поле, уже на высшей стороне Российской Федерации, это уже город Иннополис, который действительно является в этом плане уникальным. Ну вот, когда мы смотрим вот эти вехи, даже взять тот же Универсиаду, 13-й год, который состоялся, мы к нему очень шли плотно, в республике имеется в виду почти пять лет. Построили много объектов там, ну, может не ошибаюсь, ну, порядка сотни. Но это была тоже такая подготовка после этой счастья Казани. Тогда, после этого праздника, казалось бы, ну, что еще можно создать или придумать, но все-таки Казань свое развитие продолжал. И вот Универсиады были с ключевым моментом, после которого Казань кардинально преобразился. Вот эти объекты, на сегодня все они служат, и люди активно им пользуются. Есть чем гордиться. Давайте на секундочку прервемся, у нас звоночек в студию есть. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, слушаем вас. Так, мы временно потеряли звоночек. Перезвоните нам, пожалуйста, если все еще ваш вопрос актуален, постараемся на него ответить. А давайте мы перейдем к нашему голосованию, хочется его итоги тоже подвести. Давайте. И к столетию, потом тоже непременно вернемся. Как вы думаете, почему дорожает жилье, спрашивали мы сегодня наших потенциальных телезрителей, 4% ответили, потому что строить некому кадров не хватает. Вот наши зрители убеждены, что дело совсем-совсем не в кадрах. А, кстати говоря, тут есть свой ответ. Вот некий Денис Давыдов, наш телезритель, очень объемный дал ответ. И кроме всех прочих пунктов, там тоже говорится о том, что мы потеряли гастарбайтеров, убежден наш телезритель. И поэтому стало некому строить, и поэтому цены подросли. Гастарбайтеры на сколько большую долю занимали в качестве рабочих рук? В Казани, вернее, республике гастарбайтеров привлекало порядка 9 тысяч человек. То есть доля, я не сказал... В общей доле это много? Это сколько? В общей доле, ну, процентов 10, не больше. 10? Да, но при этом, во время пандемии они не могли работать у нас, в основном, да, и у нас местные специалисты заработали, и они начали получать зарплату достойную. Выше, чем получали на этом же месте гастарбайтеры? Больше, чем гастарбайтеры. Это тоже, конечно, наложилось на стоимость строительства кратометра. Это есть. Но, с одной стороны, это меня радует, что местные кадры начали активно ввлекаться строительством, что мы давно и добивались. Ну, гастарбайтеры, они, когда крупные стройки, конечно, выручают нас здорово, но наша задача не гастарбайтеров поддерживать, а поддерживать своих, чтобы они зарабатывали, налоги оставались здесь. В регионе, да. Гастарбайтеры же вводят деньги на свои страны, они заработали и отправили домой. Налоги, они, в принципе, могут платить, не платить, это я не буду выдаваться, но факт, что наши эти работают и по-чистовольски, и налоги остаются, это вот для нас очень важно. А пандемия в этом плане, будем говорить, хорошая ситуация. Откорректировала ситуацию. 20% сказали, инфляция и стройматериалы дорогие, поэтому жилье дорожает. Это рынок, есть спрос, цена растет, 66% абсолютно большинство ответили так, как прокомментируете. Стройматериалы в конечной стоимости. Ну, не секрет, что подорожали материалы металл, бетон, особенно металл, металл и прокат, но они в составе объектов составляют стоимость где-то в пределах 8-15%, поэтому, конечно, они повлияли, но чтобы так кратно, допустим, по инфляционному жилью, цена поднималась. Я считаю, что это не совсем корректно сравнение, что из-за материала. Да, особенно металл подорожал на 40-6% уже от той цены, которую мы имели до 2020 года. Это тоже повлияло 100%. Полминки до конца эфира остаются. А как Вы думаете, а что серьезнее повлияло? Вот эти вот путинская ипотека, которую все побежали брать, естественно, цены сразу взвинтили. И на первичное жилье, на новое, и на вторичку. Вот это сильнее подстегнуло рост цен. На самом деле, льготная ипотека, его пытались преподнести, как будто она возродила, привело к повышению цены квадратного метра. Но когда мы готовили как раз комиссию, раньше была рабочая группа по нашим проектам, сейчас комиссия создана, которую комиссия возглавляет наш президент, Александр Горькович Мениханов. Мы при его подготовке, который состоялся буквально в начале апреля, сделали анализ по ценообразованию. Но при этом оказалось, что и до льготной ипотеки цена росла примерно такими же темпами. Есть предложения, есть спрос, баланс сохранялся. Но на сегодня мы как раз за то, чтобы льготная ипотека все-таки сохранить, потому что она здорово помогает нашим гражданам покупать жилье. При этом прямой связи мы не обнаружили, что именно это привело к повышению цены квадратного метра. Были другие ряд факторов, которые в том числе обозначены только что. Понятно. Спасибо большое. Праздник буквально осенью совсем у вас на носу. Желаем вам совсем справиться, все сделать в срок и к 22-му году успеть перейти на цифру, все, что возможно сделать в указанные сроки. Спасибо большое, что к нам сегодня пришли. Спасибо за полезные советы, за интересные рассказы. Спасибо вам. Это была программа ЖКС, ЖК, о стройке, кадрах и ценах на жилье мы сегодня говорили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова